Привет, друзья, с вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Slime Rancher 2. Я немножечко позаботился о наших товарищах, здесь у нас вышла нехватка фруктов, поэтому я нашим друзьям поднакидал, так сказать, фруктов обычных, потому что пока что у нас эти не вырастают особо активно. Пришлось экстренно продать медовые и эти крылатые вот эти вот плорты, потому что они стоили очень много. Медовые там уже были за 50, эти были около 50, там 48 или 45. Пришлось продать, потому что мы немножечко оградили базу, и тем самым немножечко мы, конечно же, запортачили цены, но это, по идее, не критично. Главное, что мы получили вопрос, который мы смогли вовремя задействовать. Сейчас, как видите, хвостатые вот эти охотничьи стоят по 60, их тоже было бы неплохо продать, но я хочу дождаться, не трогать сейчас рынок все-таки, хочу дождаться, чтобы выросли цены на кристальные и каменные. Пуша у нас в общей сумме, короче, если с учетом вольера, у нас 400 и тех и тех, а как вы понимаете, это бешеное количество бабок. Поэтому я думаю, мы подождем еще чуть-чуть и будет все окей. Что касательно перестройки, я здесь добавил еще один склад, куда уже удильщиков и нетопорей накидал плорты. Плорты сюда будут, по идее, все плорты свозиться на продажу, естественно. А с нашими товарищами снизу, где у нас стоял склад, я склад заменил на еще одну ферму для наших птычек, потому что, судя по всему, петухи не так реактивно появляются, как мне бы хотелось. Поэтому вот наши охотники покорно пока стоят и ждут. Но суть является в том, что у нас теперь здесь еще одна фермочка, мы ее оставим на какой-то период времени. Нам нужно расплодить их как можно... Ты что здесь забыла? Ага, они друг на друга лезут. Вот в чем проблема. Короче, суть в чем, нам нужно будет их расплодить в любом случае. Сегодня нам что предстоит сделать? Сегодня мы возьмем новую зону, раз. Скорее всего, нам не хватит денег на ее развитие, два. Но суть в чем, что нам нужна новая зона, где мы, собственно, попытаемся спрятать котеек с любой другой формой, которой у нас еще нет. У нас нет кольцевых хвостатых, но с ними есть очень большая сложность, как нам известно. Она заключается в том, что мы хвостатых находили только в виде статуй, и то пару штук. Вот. И несколько из них, естественно, оживали, но это были единицы. Соответственно, нам нужно будет побегать, поискать статуй и попробовать их вернуть каким-то образом к жизни. Пока у меня все еще остается загадкой, каким раком они перерождаются, но это уже нюанс. Так, давайте глянем, что от нас здесь хотят. Так, я даже не буду. Так, я убирался в лабораторию, нашел это возможность тебе пригодиться. Кажется, он все еще работает. Знаешь, как говорится, для одного мусор, для другого сделанный наспех подарочек. Наслаждайся. Так, синий телепорт домой. То есть, это второй, я так понимаю, односторонний телепорт. Хорошо, допустим. Угадай, что самый большой везунчик на всей галактике. Ты ведь, тебя ждет подарок от самой... О, давай. Арки из корней. Подарок, дай бог, на пятерочку. Рать о видео, очень надеюсь, что ты о себе не забываешь. Ты находишь время набить пузыка перед каждым новым спуском неизведанный. Я так понимаю, отрига все закручивается в густе, как хороший соус. Это и наткнулось на некие монолитные структуры на дальнем конце острова. Страшная штука, но, вероятно, это значит, что мое чутение обмануло, и вся эта странная флора действительно не из тесного происхождения. Что-то дашь? Не дашь? Гуляй. Я очень просто общаюсь с людьми. Лучшие подарки идут от сердца. О, а? Это пришел из-за магазина, но пришли все то же самое. Розовый мангар. Красиво, наверное, но не надо. О, боб. Привет, друг-человек. Имеет подарочки для еди... Я не буду говорить. Это, походу, слайм. Понял. Ю-ху. Ку-кур... Ку-курчка? Радужный холм. Ясно. С нами теперь общаются еще и слаймы. Отлично. Мы едем ку-кухой. Все отлично. Все по плану. Так, хорошо. Запасы мы здесь взяли. По всему остальному нам ничего не надо. Единственное что... Единственное что... Да. Так как мы не брали в руки товарищей полосатых, у нас о них нет информации. Ну, придется сейчас пошвендить, поискать. Что же делать? Нам все равно третий остров исследовать. Хотя, по-моему, мы их на втором видели, да? По-моему, мы их видели на втором. Так, давайте про телепорт глянем, где у нас. Да, мы можем сделать... А, я ускорялку так и не сделал, да? А, лава выпекла. А, это тоже, кстати, на втором острове. Это тоже туда же. Хорошо. Да, и мы можем открыть еще один телепорт. Это у нас был желтый. Теперь у нас есть синий. И, кстати, было бы неплохо еще сделать вот это. А мы его можем сделать прямо сейчас. Набор из двух устройств для переноса ресурсов между двумя точками. Давай. Я хочу посмотреть, что оно из себя представляет. Мне оно бы не помешало переносить, как оказалось, ресурсы с той оранжерии в эту. Было бы очень даже неплохо. Так, если я попытаюсь установить... Я могу, допустим, установить здесь. Так. Одну штуку ставим сюда. Угу, вот как оно работает. Но это не совсем то, что мне надо, честно говоря. Это не совсем то, что мне надо. Так, хорошо. И ставим вторую такую же херовину. Попытаемся это сделать вот здесь. Так, где нам удобнее будет? Нам удобнее будет, наверное, здесь. Так, давайте же сразу же проверим. Так, эти пока у нас питаются обычными курами. Давайте заберём с ракет. Вот ещё в чём проблема, что я только по сотне смогу вывозить, судя по всему, да? Что очень плохо. Так, это забираем. Так, загружаем. Да, я смогу только один ресурс переносить, что, естественно, не каев. Сразу скажу. Если в нём было хотя бы три ячейки, как в этих хранилищах, то, в принципе, было бы, наверное, пополезней. Да, теперь он здесь. Бляха, это всё равно очень много возни, на самом деле. То есть мне проще руками реально принести. Сколько мы тогда? Раз, два, три раза надо сбегать. Но я за один раз приношу два, а то и четыре вида ресурса. То есть как бы, ну такое. Прям, прям совсем ну такое. Окей. Пока что пусть стоит, я потом подумаю, как нам его лучше, эффективнее использовать. Так, по кормёжке у нас что? Давайте сейчас соберём товарищей, подкормим. И, собственно, сможем двигать дальше. Так, это давай сюда. Морковку тоже давай. Я наших обычных плортов, этих розовых и жёлтых, ой, сламёв, немножечко голодом поморю сейчас. Так надо, если что. Потому что у нас очень много их плортов. Из-за них, скорее всего, даже фрезы небольшие есть. Поэтому я постараюсь их всё-таки не перекармливать, как мы делали до этого. Просто до этого у нас был тон на моркови. И мы кормёжку себе могли позволить таких масштабов. А сейчас уже не можем. Так, у этих ребят куча фруктов там ещё валяется. Так, что у вас аппетиты подубавились? Вроде бы как да. Я их плор даже не собираю. Потому что любой другой плор дороже. Соответственно, нет смысла его собирать. Всё, с этими ребятками разобрались. Сейчас перепроверим цены. Ну, кстати, жёлтый плорт поднялся до 28. Что очень-очень даже внушительная цена. Этот под 60. Вот этот меня очень сильно радует. Этот 35. Короче, я думаю, ещё пару деньков мы подождём. Заодно как раз сейчас этих котов, надеюсь, соберём. И будем жить-поживать. Что у нас есть из этих? Котов обычных мы можем прямо у нас на первом острове собрать. Но нам нужна ещё лавовая пыль. Или как она там называлась? Мы ж тот вулкан, мы к нему не возвращались. Мы один разочек там пробежались. Нам дали люлей. И мы такие, ну, наверное, хватит. Вот. А когда у нас появился ранец, мы туда, собственно, не бегали повторно. Поэтому я думаю, эту несправедливость нужно решить. Желательно экстренным путём. Котов, я думаю, мы сейчас здесь наберём. Но опять же, практика показала, что много не надо. Я там выкидывал ещё кучу слаймов. На самом деле, потому что они в большом количестве друг на друга прыгают. Творят всякую дычь. А мне это, как вы понимаете, не надо. Так, четыре кота есть. Ты свободен. Так, ещё двоих давайте хапанём. И погнали на второй остров. В принципе, по этим запас есть. Нам даже не то, что сами эти кольцехвосты нужны. Нам их плор-то хватит за глаза. Главное их найти. Единственное, что я помню, статуэтка, которая была... Статуэтка, статуэтка, где она была? Там, где прыжок на гору. Вот там одну статуэточку я спрятал, вроде бы. Я её никуда не девал. Поэтому сейчас попробуем потрогать сначала там. Так-с, вот у нас есть товарищ. Которого мы так хотели. И проблема в чём, что я не могу его... Я ничего не могу с ним сделать. Насколько я помню, я могу ошибаться, честно говоря. Но мне кажется, что он становился обычным слаймом в момент, когда была ночь. Я просто единственный раз, когда мы его встречали, я помню, что было темно. Я не уверен, это ли правило работает. Но мне кажется, на нём всё и завязано. Я думаю, мы попробуем. Мы попробуем сделать вольер. Тёмный. И попытаемся его туда запихнуть. Не знаю, насколько это удачная затея в целом. Может, мы сейчас просто потратим кучу времени. А может, мы получим то, что мы так давно хотели. Вопрос ещё в другом. Смогу ли я его перенести? Стоп, есть же другой способ. Есть же другой способ проверить. Нам надо найти здесь хоть какую-нибудь маломальскую пещеру. Была ли здесь пещера? Здесь точно была пещера. Фу, как текстура. Сейчас как глима прорисовалась. Нам нужно найти микропещерку. И, соответственно, этого товарища в неё запихать. И мы тогда узнаем, просыпается он в темноте или нет. Пещера, что у нас является источником темноты, правильно? Правильно. Так, туда опасно его совать. Ещё суицидница. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тише, тише, тише. Так, пещера в водопаде есть. Точно. Давайте в водопад. Пока что у нас функция на подсосе. Но это пока. Так, залетаем сюда. Давай-давай-давай-давай. Может, я его смогу взять просто как слайм, и мы тогда спокойненько пойдём дальше. В те же лавовые узёра. Так, заходим. Темнота. Да, деточка! Это работает! Ха-ха-ха-ха! Если пахнет криминалом, кольце-хвост, ты где-то рядом. Понял, принял. Так, а здесь же больше никого нет, да? Да. Всё, что я сюда шастаю? Так, теперь открываем слаймопедию. И читаем про него всю нужную нам инфу. Дикие слаймы, может быть, милым на голодный желудок. Так, и он вот здесь. Ах ты ж, собака с утолом. У него любимого блюда нет, но это не критично, потому что у обычных котов есть любимое блюдо. И это куры каменные. Их мы и плодим сейчас. Соответственно, я думаю, что у нас получится выводить из него еду. Ну, просто меня смущает, что он ест прям всё. Овощи, фрукты и мясо. Есть доп. информация? Так, кольцеидных слаймов одни неприятностей. Стащить что-нибудь под покровом ночи. Их любимое хобби. А до восхода удрать, прихватив с собой сколько смогут. Не передаваемое удовольствие. Почему они крадут исключительно при свете луны? Всё дело в том, что под лучами солнца они обращаются в камень. Мы не хотим сказать, что во всём виновата некое древнее проклятие. Но если бы таковое существовало, то определённо поразило бы именно кольцехвостых слаймов. Если уж кольцехвостый слайм начал есть, он не остановится. Всего один такой слайм способен сместить целую ферму, если дать ему время. А в ответ они не отплачивают ничем, так как наевшись перестают производить плорт. Если собираете поселить этих прожорливых проказников на своём ранчо, будьте внимательны. Озорную мордашку не стоит кормить. Ох, так. И как же нам тогда быть? То есть они будут жрать, грубо говоря, всех кур, которых мы даём. Но по идее это фиксится кормёжкой. Кормушкой, точнее. Так, из плорта кольцехвостого слайма изготавливают чрезвычайно устойчивые материалы, которые затвердевают под ультрафиолетовыми лучами. Этплорт податлив, как розовый смышлённый человек, сумеет создать из него массу изделий, способных выдержать испытания времени. Это могут быть такие необходимые вещи, как прочное убежище на далёком острове или простые, вроде коллекции семейных фото, которые переживают даже, похоже, раскалённую пустыню. Есть вопросики, должен сразу сказать. Есть вопросики, но это надо будет всё проверять. То есть без тестов мы ничего не узнаем. Ещё один? Окей. Без тестов мы ничего не узнаем. В любом случае комбинация всё равно возможна, насколько я понимаю. Котов обычных с этими хвостатыми. И нам нужно будет проверить, насколько она, по факту, хороша. Окей, пока что валим тогда в... Этот... Вулканчик. Я, правда, не помню, где он точно. Но мы валим вулканчик. А, всё, вспомню. Я правильно иду тогда? Да. Нам нужно вулканчик и попытаться забраться туда, куда мы ранее забраться не могли. Теперь у нас есть ранец. Попытаемся залезть и найти, собственно, тот самый лавовый пепел, или как он там назывался. Потому что без него у нас несколько апгрейдов будут простаивать. А это в нашем случае недопустимо. Совершенно. Так, добрый вечер, диспетчер. Так, у нас ещё проход сюда есть, не забываем. Тут у нас что? Тут обиженные лавовые пацаны, которые очень сильно хотят взрываться. Едят мясо, а мяса у нас для них нет, естественно. Так, попытаемся залететь вот сюда. Уже хорошо. Так, там купаются ещё лавовые пацаны, взрываются бесконечно. Причём это не огненные, это именно бум, пацаны. Так, вот одна зона, в которую мы не могли попасть до этого. Так, тут бомб хлопцы, давайте мясо. Оно пригодится нам, скорее всего. Так, кристальные, взрывные. Теперь нам нужно... А, это бумслайм, который вшатался, понял. Нам теперь было бы неплохо осмотреть всю эту территорию на наличие как раз того самого лавового порошка, или как он там называется. Так, здесь ни черта нет. Здесь ещё один товарищ спрятан, кстати. Если пещерка будет, мы сможем его, это, оживить. Так, здесь ещё и здоровяк лавовый стоит. И ты жрёшь, естественно, исключительно мясо. Я могу, конечно, побегать, пошастать, пособирать сейчас мясо. Это огоньки! Я слышу бабки. А ну-ка, жри. И сколько? 50 копек дал? Жри ещё. Ещё 50 копек дал. А почему не золотой плорт? Ах ты жопа мелкая. Впервые нам повезло, что у нас было мясо в руках. И то оно оказалось не то, чтобы супер сочным. Так, с огоньками мы сейчас разберёмся. Так, да. Так, здесь у нас овощечи. Опять бум, пацаны. Вот то, что мы искали, да? Да, дед, чоколавовый пепел. Он нам-то и нужен был. По-моему, 5 штук нам нужно было. Но если мы найдём больше, заберём больше. Так, ты куда меня отправить хочешь? Куда-то далеко-далеко, да? Ну давай. Что-то не сильно далеко. Ну окей. И что там? Что там? Что здесь? Здесь ещё одна статуя есть. И обычные коты здесь что-то забыли. Так, это мы в какой зоне? Тут где-то ещё разведпоинт должен быть. Потому что у нас здесь нихера не слит. Так, там робот лежит. А смогу ли это не удалить? О, разведпоинт вижу. Так, сначала сюда. Давай, подышим, 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 подышим. Всё нормально. Да, немножко плывёт перед глазами. Ничего страшного. Так, разведпоинт и... Вы не поверите. А куда тогда, подождите, этот плорт ведёт? Вы хотите сказать, что это ещё один остров здесь есть? Только внутри второго острова? Не, не верю. Видите, где он стоит? На выходе. Ха-а-а. Я боюсь, чтобы не оказалось, что мы его зря сейчас кормить будем мясом, если будем. Этого бы, конечно, не хотелось. И вот интересно, смогу ли я залететь туда или нет? Смогу же. Давай, 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 бе! Чуть-чуть не хватило. Ну, короче, робот нам ещё рассказал бы какую-то историю. Но мы не будем на неё отвлекаться. О, боже. Взрывные кристаллы. Что может быть хуже? Как настолько не коцали? Но это уже извращение. Так, собирать мясо нам не выгодно. А, э, 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 жопа горит. Давайте я ещё раз к огонькам схожу. Нам было бы неплохо получить огненный плорт, но я малейшего представления не имею, как это сделать. Так, смотри. Я тебе петуха запихну. Держи. Доволен? Доволен. И куру забирай тогда. Так, могу ли я их поднять? Так. Как маленький костерок, только двигается... И это слайм. Понял? Так, диета... Ага. Что, диета, простить? Редкий вид слайма, который живут на одном только пепле. Они едят почти всё, но в сожжённом виде. Единственный способ их кормить с помощью... Испепелителя с улучшением поддон для пепла. Чего? Чтобы выжать огненный слайм, нужен пепел. Они быстро потухнут, если надолго окажутся на любой другой поверхности. Продержи их в поддоне. Короче, это апгрейд поддона для... Лужец, видимо. Только в виде огня. Понял. И их плорты тоже нужно держать, иначе потухнут. Немного пресной воды уймёт их пыл. Блях, короче, с ними будет повозиться сложно. Судя по всему, будет не так просто, как хотелось бы. Так, хорошо. Меня смущает этот парень, я не уверен, что он нас куда-то приведёт. Такое чувство, что там дальше ничего нет. Ну ладно, мы своё вынесли. Нам главное было забрать пепел, забрать этих двух товарищей, которых мы сейчас смешаем. И в целом мне пока хватает. Мне больше ничего не надо. Вот этого ещё одного брать не будем, потому что его надо куда-то запрятать, потом запихнуть в инвентарь. Там шо, лава? Ага. Тут ещё один товарищ, да? Я могу их взять, вот в чём суть. Но я так понимаю, что мне нечем их сейчас будет кормить. У меня нет пепла генератора. И спепелители, и все эти шляпы вместе взяты. Это что? Нефть. Пусть будет. Пусть будет. У нас плоты ещё есть свободные. Давайте ещё сюда глянем. Что у нас здесь, а? Тут, оказывается, мать его, целый мир. Тут даже воск есть. Куча фруктов, куры. И пещерка. Пещерка, которая куда? А это так не работает. Там кто-то есть, и там что-то горит. Не топри гордо. То есть, вот тут что-то есть. А где мы находимся сейчас? А-а-а-а. То есть, я к нему с обратной стороны как-то должен попасть. Окей. У нас очень много товарищей, которых надо накормить. Меня это смущает, объективно. Я бы даже сказал, очень сильно смущает. Тут еще и куры необычные Тихо, не падаем, не надо Но в целом ясно Открылась целая огромная зона, в которой есть еще два здоровяка Я вот даже вижу, по-моему, как мы можем к нему попасть А, стоп, мы его даже находили, по-моему, до этого Ну, короче, это один из быстрых переходов Видимо, можно было бы к нему попасть даже без реактивного ранца То есть можно было бы сюда залететь Но это не точно Это мое предположение Только через дне тупыря Ну, окей Оставим на заметочку Вдруг еще пригодится когда-нибудь Хорошо, с этой зоны можем текать Мы поняли, что там не так уж много спаунило этого вулканического пепла Но они есть Сейчас еще проверим этот маршрут Они есть, и значит, без проблем можно Потом пофармить, походить туда, пособирать Но нам пять штук нужно было На какой-то из крафтов, я уже не помню Ну, что-то мы очень хотели скрафтить Так, вот здесь все эти и взрывные А, стоп, здесь же еще ворота есть, по-моему По-моему здесь еще были ворота Я могу ошибаться Так, тут огненные тоже купаются Давайте нефть Да, вон он сидит снизу, этот нетупырь Товарищ Чилит тоже любит мясо Мы, естественно, игнорим все его желания И где-то здесь, я помню, была дверь Но я не помню точно где Это выход куда? Это выход на площадку, нет, это не то Сейчас, где-то снизу, где-то это все снизу было Так, руда Ты что такое? Старая курица Серьезно, вы тут так долго сидите, что вас никто не ест? Понимаю ваше огорчение Но ничего с этим не поделать Я на сто процентов уверен, что где-то было дверь Меня не обманешь Так, этот товарищ переход обратно в пещеру Бляха, нет энергии Нам нужен запас энергии хотя бы в косарь Чтоб мы комфортно бегали А не вот это вот все Так, а снизу что? Ну кроме этих Ох, нихера вас тут расплодилось Так, остался один взрывной Короче Инфосудка что-то здесь была дверь Причем она требовала как раз взрывные эти плорты Но хрен с ним Мы когда до нее точно доберемся Однозначно Ладно, наша основная задача выполнена Я думаю, что мы можем валить домой Ресурс собрали даже больше, чем нужно было Товарищей накомбинируем Единственное в чем проблема Открыв новую локацию Она скорее всего будет не темной Вне пещеры, скажем так И надо будет позаботиться Надо будет позаботиться А то А, это обычный кот и ларга Боже Я подумал, что это этот как раз кольцехвост Перемешался Окей, тогда все есть Тогда все есть Бежим на телепортик Тише Что они там так ярко взрываются Господи Ночь обычная Че вы кипишуете Старый бог, что телепортик у нас на выходе есть Ускоряет наше передвижение В энное количество раз Вжух И все Дело в шляпе Это кто заспавнился А, это куры обычные Боже Так, Натик, а ты хавайте О, не то выкинул Не то выкинул Верните Ай, хер с вами, Натик Так, погнали Давайте смотреть, что у нас за зоны остались Блях, урожай надо собирать Вот в этом вся проблема Что на нас накидывают довольно масштабную нагрузку Без возможности ее сбросить И это меня сильно угнетает Никто не вылез случаем Потому что я что, слишком мало получил Манго Ладно Оставим как есть Так, здесь что за зона? Она именуется как арочная терраса Она 100% открыта, мне кажется Тут даже нет смысла искать Искать сомнения Сейчас глянем в этой зоне Тут янтарная, по идее, она может быть скрыта Но это опять же таки не точно Так, оврага, это расширенная Оранжерея, окружена высокими скалами И покытой янтарной травой Тоже не совсем подходит Ну ладно Давайте смотреть Так, гигантская зона Да, придется ставить тогда ночники Но ничего страшного Мы получаем те же Пять площадок, да? Те же пять площадок Вот здесь, правда, есть еще переход Или мы получаем 10 площадок Подождите А, нет, здесь тоже платно, да? Так, это у нас приливные бассейны Расширение для джериджери Настоящий приближ заповедник С различными кораллами Морскими водорослями 3500 уже стоит Вопрос закрыт Ты куда побежал? Вопрос закрыт Стоп, здесь спаунятся куры А может не надо? Может это плохая идея? Лишний раз байтить наших товарищей Так, хорошо Давайте делать тогда загон Выбора у нас другого нет Выбора другого нет Сейчас я подумаю Сейчас я только подумаю Да, мы делаем загон Естественно, его грейдим Естественно, добавляем музыку Естественно, делаем ночную накидочку Как она выглядит? А, вот так она выглядит Интересно А если я закину еще и вот эту штуку? Она будет работать вместе? Так, давайте все докупим уже Да, и темно, и не выпрыгнешь Идеально Что я могу сказать? Так, загружаем сюда этих чичиков Так, вы идите, все Съешь куру Он выдал таки плорт Я не знаю, жрут ли они плорт Вот в чем еще проблема Так, он жирает вторую куру Дает нам еще плорт А если мы тебе дадим третью куру? Так, они ее уже не жрут Хотя нам же было сказано Что они жрут все на свете Не, сожрал И опять выдал плорт А третий раз? А третий раз он уже зажал плорт Вот жаровнюк маленький Так, хорошо Допустим Тогда у нас вариант остается очень простой Этих мы пока сохраняем Правильно? Правильно Мы высаживаем вот этого товарища Даем ему плорт Плорт, говорю, даем Он становится Мега Хвостатым ларга Так, и ту же самую операцию Проводим с вот этим товарищем Твою мать Съешь Тебя выпускаем И с вот этим товарищем И тебя Выпускаем Отлично Теперь мы сюда тарабаним Каменных кур Что дает нам возможность Сейчас намножить Как раз таки Показатель Который нас Интересует И вот куда у нас Кстати встанет Нужный нам этот Телепорт По идее Как раз для переноски кур Ну ладно Сейчас глянем Сколько их там И что там наши ребята Вообще в пещере Скорее всего Они немножко огорчены Либо может Даже поразбегались Так Эти вроде не поразбегались У них тут Запасы плорта Уже аж Аж вываливаются Так Держите жромба У вас еще даже осталось И там еще растет Тринадцать Все под контролем Так Эти доедают Пока обычных кур Тоже плорта Напускали Нормально так Так Каменных кур До хора Что не скажешь О петухах Петухов Что-то прям Прям не фонтан Что грустно Что очень грустно Окей Давайте засасывать кур Ее пораз Это Все За ракет есть Так Петухи свободны Свободу петухам Так Все замечательно И теперь мы Закончим процесс Нашего Умножения Этих товарищей Нам бы не помешали Какие-нибудь вещи По типу двухсторонних Телепортов Как раз между Этими разными Оранжереями Но счета мне подсказывает Что игра не особо Собирается нам их давать Хотя глянем Время покажет Что там кстати по ценам Ночь уже да Так Двадцать восемь Двадцать шесть Подросло Тридцать шесть Тридцать три Тридцать один За желтый плорт На секундочку Так Этот пятьдесят шесть Упала чуть цена Сорок семь За полосатых Я думаю Что мы скоро Начнем продавать Тут уже двадцать восемь Двадцать шесть Самого основного Нашего запаса Я думаю Из дня на день Мы начнем Все-все-все продавать Так Ребяточки У меня для вас Отличные новости Так Ты съешь Ты съешь Где плорт Плорт наружайте Пожалуйста Они просто Заигнорили куру Вы че Есть Родил Множество плорта Родил Множество плорта Я его просто В лицо бью Он ничего не собирает Так Собираем Это дело Теперь Забираем Этот плорт Переделываем Этих товарищей Самое приятное С этими друзьями Что они Нас не атакуют Одни из немногих Наверное Кто нас не атакует Как-то так уж Сложилось Так Это все Забираем Забираем Теперь плорт Полосоты У вас сколько Раз Два Три Четыре Пять Соответственно Загружаем Еще четверых Раз Два Три Четыре Даем им Раз Два Дайте пройти Дайте пройти Дайте пройти Вы мелких Засосали Так Есть еще один Где-то И вот он Бедняжка Все Все загрейджены Это я Сгружаю сюда Собираем Заново Все Замечательно Десять штук У нас есть И мы В принципе Можем накидать им Этих самых Каменных курс За счет чего Они будут давать нам Х2 И мы будем кайфовать И проблем Не знать Разобрались Называется Здесь не помешал бы Склад либо Переносчик вещей На ту сторону Но в целом Я думаю Что мы побегаем Ну и давайте Вспомним Для чего нам Нужен был Лавовый Лавовый Пепел Для какого-то Явно не супер Важного апгрейда Но Однозначно Для апгрейда Раз Два Забирай Текс ХПшку мы открыли Этот мы открыли Это мы открыли Вот здесь По моему Нужен был Нет Нет Здесь нужен был Еще алмаз Которого нет Кстати Ээээ Импульсная волна Чтоб пихаться Вот Ускоритель По моему Нужен был Да Только нужен Еще плортудильщика Плортудильщика Я по моему Даже сюда На склад Притаскиваю Я могу ошибаться Все проверим По моему Да Так Это у нас Ромба Вот Давайте Все загрузим А Стоп Там сотня лежит Тогда 30 Загрузим Тридцатки нам хватит И Сделаем Ускоритель Посмотрим Как он Хотя бы Работает Так Держите Понял Замечательно Так Соткрываем Смотрим Ускоритель Все есть Плорт такой Плорт всякой 500 копеек, песок, торт-удельщик Еп, пасибочки По сути, как я понимаю Мы можем их разбирать и собирать, когда захотим Но не будем Играться Со всем этим делом Но откуда? Мы чаще всего с этой стороны выбегаем Активация, ускоритель Ненадолго ускоряет без затрат энергии 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 секунд бега Ну ладно, 10-12 секунд бега Без затрат энергии Это нам явно поможет гораздо быстрее попадать на те острова Но сам факт, буст интересный Проблема, правда, в том, что очень-очень-очень хотелось бы А ну-ка сейчас проверим Если у нас будет не хватать энергии Она будет пополняться? Она будет пополняться? Тогда он должен не здесь стоять! Тогда ускоритель должен не здесь стоять Так, давайте разобрать Где-нибудь еще Да Он должен стоять на полпути Это был бы самый логичный-логичный вариант То есть где-то вот здесь, когда мы добегаем И у нас энергия заканчивается А здесь я не могу нигде поставить Вот здесь только разве что? Ну давай сюда Вот, чтобы мы могли Выбежав, получить здесь буст Пока мы под бустом Мы получим еще энергии И, соответственно, у нас будет Безостановочный бег на протяжении 30 секунд Даже больше, скорее всего То есть вот, закончился буст А у нас энергия пополнена Блеск, слушайте Мы можем реально, получается, добежать до этого телепорта Не потратив Не остановившись Вот, только вот здесь мы остановимся Меня устраивает, слушайте Меня полностью устраивает такой буст Оставляем пока как есть Так, ладненько, ребятки Я пойду сейчас заниматься Опять же таки Уборкой, сбором урожая Кормежкой И всем вот этим ужасом А мы с вами пока что делаем Небольшую паузу Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте комментировать у видео И, конечно же, нажимать на колокольчик А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok